Представитель высокого жюри. Наталья, пожалуйста, огласите ваши результаты Катона. И я хотел бы добавить, что у нас еще, кроме того, будут три дополнительных приза под ИТО ЮНЕСКО. Пожалуйста, Наталья, с нетерпением ждем. Спасибо большое, Алексей. Сразу скажите, у вас деньги в кармане? Нет. А где они? Они в банке. Они в банке. Все понятно. Уважаемые коллеги, уважаемые участники Катона, ну, прежде всего, позвольте мне поблагодарить всех участников проекта за то, что они с радостью, с активностью пришли и приняли участие. Мне кажется, самый главный итог нашего мероприятия – это то, что люди смогли взаимодействовать, получить консультации специалистов, которые приходили на Катон, и получили массу положительных эмоций, а также новые контакты. Члены нашего, может быть, не очень многочисленного, но вполне представительного жюри провели совещание, на котором мы, поверьте, обсудили все проекты, прошлись по всем проектам. И мне кажется, что все-таки все проекты, они заслуживают внимания, да, они все достаточно актуальны, и каждый из них может быть реализован. Но у нас стояла задача, и мы должны были определить одного победителя. Так вот, позвольте мне объявить, что этим победителем стала, как правильно сказать, компания, организация. В общем, ребята, которые занимались разнобуткой технологии для людей с нарушением речи сезона. Выходите сюда, мы вам дали слово. Поэтому поздравляю вас, это было принято практически единогласно. И позвольте вам пожелать удачи. Вот, пару слов. Очень неожиданно, особенно с моим проблемным с анаторским искусством, я понимаю, что я не могу донести идею как следует. На самом деле, компанию мы не представляем. Это было очень такое локальное событие. И личная инициатива, и здесь я встретила Анатолия, который помог мне в программерской части. Это тоже было очень приятно. И даже длинное. В общем, это очень няшно. Спасибо. Мы постараемся это даже доделать до конца. Теперь уж точно. Также позвольте нам выразить от лица жюри и такое пожелание вам в том, что необходимо, конечно, провести дополнительные консультации, во-первых, со своими пользователями, да, с аутистами, людьми, хотите что сказать, выходите, людьми, имеющими нарушение речи, и также со специалистами, которые работают с этой категорией пользователей. И вам, если необходимы такие контакты, можно обращаться в том числе к членам нашего жюри, да, можно найти контакты, может быть, даже через меня тоже какие-то отдельные вещи, если есть в этом заинтересованность. И, да, вы хотели что-то добавить? Очень хорошо. Да, я поняла. Поэтому еще раз примите поздравления от всех участников Макадона и от твоего жюри. Сейчас, позвольте, мы также поприветствуем, мы вручим, скажем так, поощрительные призы, которые предоставил Настекут Винеско по информационным технологиям в образовании, да, это очень тяжелая книжка. Но они содержат в себе много тайн, поэтому я советую их прочитать. Значит, прежде всего, позвольте вручить первую книгу представителям, опять, хочется назвать компаний, да, у меня почему-то на какие-то глобальные проекты, да, главдми, за креативность и оперативность решения вопросов, поскольку я это на Макадоне, они, знаете, меня поразило, что ребята пришли с паяльником, вот нереально, да, вот они сидели и паяли там какие-то контакты, вот, поэтому также желаем вам успехов и абсолютно уверены, что ваш проект вполне реализуем, вы должны найти себе специалистов, консультантов хороших и вперед в путь. Скажите пару слов. Спасибо большое. Пару слов. С фотографией я позабоюсь. Вторую книжечку мы хотели бы вручить проекту ВКонтакте Блайн. ВКонтакте Блайн. Да, за простоту, наверное, да, вроде бы решение лежит на поверхности, да, но никто почему-то до сих пор не осуществил эту идею и предоставил возможность слепым слабовидящим общаться там в Одноклассниках, ВКонтакте и в других социальных сетях, поэтому, опять же, мы все честно желаем вам успеха и уверены, что ваше начинание не останется незамеченным. Успехов вам. Спасибо. Пару слов. Спасибо. Пару слов. Хорошо. И, наконец, последний ваш приз позвольте вручить единственному представителю проекта H2O, H2O, простите, как он называется по упустии? H2O? Аларда. Да, да, да. За смелость в решении сложных вопросов. Сложных вопросов. Действительно, вопросы такие неординарные, да, они требуют своего решения. Спасибо вам. Мы надеемся, что ваш проект также будет реализован. Спасибо огромное. И уже вот два человека заинтересовались проектом. Приятно, что он, наверное, получил дополнительно дополнительно это. Ну, то есть в импульсе по дальнейшему развитию все осталось гораздо определённее. Спасибо. Самое интересное, что, конечно, приз это мы вручили, но у нас у каждого седа жюри еще длинный список того, чем мы можем помочь проектам. Это, наверное, самое крутое. Соответственно, со своей стороны я хочу сказать, в этом году до следующего, примерно июня, у Import Hub фокус, один из главных фокусов внимания, это как раз таки проекты социальные для здесь ограниченными возможностями. Здесь, возвращаясь к вопросу, который я вчера задавала, где бизнес-модель, как все это работает, где ваша команда, вот с этими вопросами мы можем помочь, поэтому, если подойдете ко мне за визиткой, например, вот ребята, которые вики-блайн сделали и, в принципе, готовы, захватывать мир, я знаю, например, кто потенциально может на это денег, вот, чтобы как бы не дорабатывать, да, вы бы это могли бы расширить проект. Что касается перчатки, мы с вами еще лично не знакомы, но у меня есть девочка, которая развивает проект как раз таки реабилитации после инсульта, мне кажется, она просто обретет надежду в вашем лице, вот, ну, и, в общем, много-много разных возможностей для взаимодействия, абсолютно по всем проектам, а всех проектов это касается, вот, ну, и почти всех, вот, поэтому подходите, кто реально думает о том, что проект развивать, делался его устойчивым, кому интересно заморочиться в бизнес-модели с командой и с другими какими-то возможностями, вот, обращайтесь ко мне, кто, может быть, передумал, и где-то такая побочная деятельность, ну, тогда не подходите, мы не будем тратить время, и у Павлачева тоже уникальные возможности от фонда. Спасибо. Я, честно говоря, мне нравятся перчатки, потому что я больше люблю технологические стартапы, потому что я в них участвую. Сейчас. Сама. Вот. Я тоже, надеюсь, ребята с вами посотрудничать в плане, ну, есть определенные мысли и есть другие команды, которые делают перчатки именно вот сенсорами для светлых и лухи. Тут можно очень хорошую историю внести. А проекты Сенсораунд и Лука Блайнд я ставил под свой конкурс, под конкурс лихих и лухих, вот, потому что там будет возможность им реализоваться. А проект H2O я, честно говоря, совсем понял, но я думаю, мы потом обсудим, как то, что ли подопечных, которые живут в реабилитационных центрах и так далее, его можно внедрить. А, соответственно, проект по навигации тоже будем как. Пока не знаю как, но такие мысли, они более долгие, но они есть, как и внедряться потом. Вот. Поэтому Сенсораунд и ВКонтакте будем уже конкретно с вами, ребята, разговаривать относительно наших конкурсов. Конкурс, который будет фонд объявлять вот на открытых инноваций. Спасибо. Игорь, пожалуйста, помощь тестировщиков или помощь, найти какие-то экспертов. Наша организация всегда готова оказать помощь, консультироваться действием. так что, так что, так что, Юсик бросил. хочется еще отменять проект. Пока база оперативных решений поставили задачи. задачи. И что до меня уже быстро вы зарегистрировались, то, что уже успели туда выложить свой прототим, сайт. Молодцы. Спасибо. Спасибо. Соответственно, победитель определен. И все члены жюри высказали свое мнение. Я очень вас всех прошу сейчас обменяться контактами. Но, прежде всего, я хотел бы сказать, что на этом мы нашу двухдневную программу закрываем. Мне кажется, очень успешно. Несмотря на то, что в таком большом зале казалось, что было мало народа. Но, мне кажется, те результаты будут еще дожить достаточно долго. Это был наш первый катон по этой теме. Очень интересно. Оказывается, что в целом область обладает очень большими местами для инноваций. Есть много мест, где чего-то еще нет. поэтому, мне кажется, каждый уйдет отсюда с каким-то багажом. И перед тем, как я окончательно закрою, я хотел бы, во-первых, поблагодарить наших хозяев сегодня компанию Яндекс.Деньги, зал Яндекса, Юлию, которая героически здесь нас гостила у себя, а также всем, кто занимался организацией данного мероприятия. Я хотел бы поблагодарить наших партнеров по мероприятию, прежде всего Наталью, с которой вообще появился, с которой началась вообще идея подобного мероприятия. Собственно, это слово о том, как хорошо иногда делиться книжками, которые вы публикуете. Я хотел бы поблагодарить Impact Hub и Анастасию Гуляевну прежде всего за то, что действительно люди, которые основали Impact Hub и продвигают это, дают совершенно новую струю в гражданские проекты, говоря, что они могут быть устойчивыми, они могут не... Это может быть не только хобби, но это может быть реально ваша жизнь, да, решение какой-то проблемы. Мне кажется, это очень важно. И, конечно же, хотел бы поблагодарить организацию «Перспектива» Игоря, просто потому, что они действительно обладают огромным знанием на все эти темы именно со стороны так называемого клиента, именно со стороны тех, собственно, возможностей, которых мы хотим расширить или уравнивать. Поэтому большое есть... Я надеюсь, я никого не зажел из наших именно партнеров в самом начале. Вот. И я благодарю уважаемую жюри, которая добралась сюда в воскресенье. Благодарю всех, кто участвовал. Я надеюсь, что вам в котором помог. И большое спасибо за мероприятие, считаю, закрытым. И удачи, приятного воскресного вечера. Спасибо. Спасибо. Спасибо.